Ребята, сегодня мы с вами открываем вторую посылочку из того набора, который я заказывал не так давно, где был автомобильный аромадиффузор. И один человек угадал, что там находилось, потому что подсказка была совсем близко вот именно здесь. И мы с вами сейчас вместе все узнаем, тому человечку я отправлю небольшой подарочек. Погнали! Вот такой бутербродик у нас получился. Подсказка была вот здесь. В принципе, все было видно. И давайте открывать, смотреть. Здесь находится довольно-таки интересный товар, как для меня, не знаю, как для вас, но смотрите сами. В принципе, я думаю, что и вам будет это интересно. Blitzwolf фирма, как уже было сказано. И открываем, смотрим, что у нас здесь внутри. Солнечная панелька у нас здесь, друзья. Вот так это все выглядит. И давайте смотреть, что у нас здесь. Есть лапка такая, гарантийный талончик. Якобы на 18 месяцев гарантия действует. Вот такая вот инструкция есть у нас еще с QR-кодами на английском языке. Выход у нас 5 вольт, 3 ампера максимум и 20 ватт. В принципе, все хорошо. Моделька у нас называется BWL1. Смотрим, что у нас есть в комплекте. В комплекте у нас есть 4 карабина. Вот такого вот плана. 4 карабинчика металлические. И есть у нас USB, microUSB кабелек. Это все хорошо. Для чего ее, в принципе, использовать? Давайте покажу вам, как она выглядит еще в пакете. Сейчас будем открывать, дальше смотреть. Уберу коробку. Вот, собственно говоря, такая портативная штука. Для чего она нужна? Да, в принципе, если вы куда-то выбрались вот на природу, с палаткой, либо где-то находитесь на каких-то соревнованиях, в горах, там где-то еще или просто на отдыхе, и нет зарядки у вас, то вот такая вот штука может вас однозначно спасти. Я ее себе хотел очень давно. У меня не было электричества 11 месяцев, друзья. Я сидел без света, как говорится. И тогда приходилось бегать в соседние поселки, чтобы заряжать смартфоны. И все было очень сложно с этим. Ну да ладно, все это такое дело. Давайте открывать. Смотрите, упаковка. Все отлично запаяна. То есть она не вскрывалась вообще. И открываем. Смотрим. Специальный такой пакетик. И вот так выглядит наша... Уберу в сторонку все комплектующие. Вот так выглядит наша солнечная зарядочка. Она в форме чехла. Здесь у нас есть люверсы. Их получается у нас несколько. Здесь сверху два. Это должно быть четыре. Крепкая липучка. Ой, ну вещь, конечно, прикольная. Крутая. Вот она в разложенном виде выглядит у нас вот так. В принципе, не маленькая. Свет должна улавливать. Здесь у нас три солнечные панельки. Они влагозащищенные. Прошито все. Смотрите, очень круто. Все, все отлично сделано. И по виду она действительно такая вот, как отталкивающая поверхность от воды. То есть я думаю, что в принципе пользоваться будет комфортно и удобно. Четыре люверса у нас есть. Здесь два. И вот здесь два. И три основные солнечные элемента. Плюс здесь у нас есть карман. Вот такой вот. Сюда можно уже вложить наш девайс. Есть у нас здесь силикагель. Для того, чтобы все не испрело. И внутри у нас есть, я вам покажу более детально. На видео сниму. Какая здесь зарядочка. Вот такого вот плана. Здесь есть два выхода у нас. Также написано Blitzwolf. И два USB выхода. То есть мы подключаем сюда обычные стандартные зарядки. И заряжаем наши смартфоны от солнца. И в принципе я хочу сказать, что по всем тестам, которые я смотрел. Выдает это устройство у нас ориентировочно больше одного ампера. Зарядочку при хорошем таком освещении. Не то, чтобы там солнце светило как сумасшедшее. Но при такой вот погоде среднеоблачной, в принципе, заряжать смартфон довольно будет быстро. Потому что обычные зарядки, стандартные на большинстве устройств, которые сейчас есть, они идут на 1 ампер. У меня телефон поддерживает быструю зарядку. И там зарядочка у него стандартная была 2 ампера. Вот мы и подключим и посмотрим. В принципе, больше и не нужно. Положили на окно, либо взяли куда-то с собой в поход и подключили смартфончик. И заряжаем комфортно. Я думаю, что все должно работать и будет удобно. Карман прикольный. Здесь вот мы можем положить смартфон и заряжать его в защищенном виде. Черная поверхность, конечно, это практично. Но на солнце она также будет нагреваться. И, в принципе, я не знаю, будет перегреваться или нет. Хотя я думаю, что это все хорошо. Панельки плотные. То есть, ну, согнуть, сломать сложно. Собирается все вот так вот быстро. И побежали. Такой компактный пауэрбанк у вас будет в сумочке, в рюкзачке. Либо просто лежать дома и ждать того, что отключать электричество, конечно, не нужно. Но, тем не менее, не помешает в хозяйстве. Давайте сейчас подключу смартфончик. Попробуем что-то зарядить. Вышло я на улицу, друзья. Вот положил на бетонную плиту. Сейчас, конечно, на улице сумасшедшая погода. Пойдет, наверное, дождь. Все небо вот затянуло. Черное. 6 часов вечера. И мне кажется, что, конечно, не вовремя я все это затеял. Но, тем не менее, хотя бы просто попробуем, будет ли при таком освещении что-то выдавать. Взял я два смартфончика. Взял USB-тестер. И подключил в один из портов. И у нас уже, вот смотрите, показывает 5,24 вольта. Тяжело сфокусировать камеру на индикации. Но, тем не менее, вот смотрите. Думаю, при солнце вообще, наверное, ничего видно не было. И телефончик Дуги, второй у Мизеру. Давайте пробовать подключать. Смотрите, вот как раз ткань. И она отлично прошита. Все хорошо. Строчки ровные. Я думаю, что действительно материал качественный. Подключаем. Да что ж, не могу попасть. Неудобно одной рукой очень снимать. И давайте смотреть. Зарядочка пошла. Да, зарядка пошла. Зарядка батареи. Все круто, все отлично. И давайте посмотрим теперь, что у нас здесь. Также зарядка идет. Отлично. Давайте смотреть, что у нас выдает на индикации при таком освещении. Ну, мы получаем вообще здесь минимальные показатели. Убрал телефон. Минимальные показатели у нас. 3,91 вольт. 0,15 ампера. 0,14, 0,15. Ну, очень-очень мало. Это, конечно. Но вы сами видите, что сейчас, наверное, пойдет дождь. Мне так кажется, уже немного капает. Поэтому буду быстрее заканчивать. Да, бежать подальше. И да, друзья. Через несколько минут пошел вот такой град сумасшедший. Смотрите, какие куски падают. Просто нереально. Так что тест у нас полноценный не удался. Но, тем не менее, все равно батарея работает. И я скажу вам честно, что я смотрел другие видео. И 1 ампер, это 100% она выдает при таки вольтах. Вот, смотрите, какие куски. Сумасшедшие. Если бы я стоял на улице, мне бы, наверное, это убило таким куском града. Да, ну что ж, друзья. Буду с вами прощаться. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. И если будет солнце, я, конечно, обязательно в группе ВКонтакте еще выложу фотографии реальные. Или запишу еще одно видео на солнце, когда будут более детальные, реальные показатели этой зарядки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok